Доброго дня! Сегодня мы тестируем новый видеорегистратор от фирмы Lexant. Вот коробочка, как видите, автомобильное регистрирующее устройство LR 4500 или 4500. Так, ну вот, значит, комплектацию сначала с вами рассмотрим. То есть, коробка, коробка довольно-таки неплохая. Ничего, в общем, не такого выдающегося нет, обычная коробка. Далее идут шнуры. Первый шнур – это для подключения USB видеорегистратора, HDMI кабель. То есть, видеорегистратор можно подключать к телевизору, к современному, который имеет разъем HDMI. Далее автомобильный зарядник. Кстати, автомобильный зарядник имеет такой, как бы, не очень длинный, не очень короткий кабель. То есть, видите, гармошкой сделано. Это очень удобно. То есть, он не будет болтаться, а будет все время собран. Если вам нужно его растянуть там на длинное расстояние, он растягивается без проблем. Так, аналоговый кабель, тоже для подключения к телевизору, только HDMI и аналоговый кабель. Крепление. Крепление с маленькой ножкой. То есть, оно такое вот. Это говорит о том, что видеорегистратор не будет лифтить, то есть, изображение будет практически всегда стабильнее. То есть, вот такие крепления с маленькой ножкой, они лучше, скажем, чем с длинной большой ножкой. Так. Ну и, собственно, вот сам видеорегистратор. Давайте остановимся на нем, как говорится. Познакомимся с ним поближе. Сейчас. Сфокусирую я камеру. Видно, да? Так. В общем, сам видеорегистратор достаточно компактный. То есть, имеет довольно-таки компактный корпус. Сверху нанесена модель. Внизу динамик, который записывает звук. Этот видеорегистратор пишет видео в формате Full HD. Вот написано. Линза довольно-таки большая. Вот если внизу, вы видите, написано 5 мегапикселей. То есть, снимает разрешение видео с 5 мегапикселями. Внизу разъем для microSD карточки. Она в комплекте не идет. Батарея 3,7 Вольт. 350 мАч. 3Т-полимерная. Встроена внутрь. Вообще, видеорегистратор на этой батарее снимает не очень долго. Но у него есть зарядник. Автомобильный. То есть, вы можете его подключить. И он будет снимать достаточно долго. Как обычно, идет запись по кругу. Циклическая запись. То есть, вы вставляете карточку. Начинаете запись. Старые файлы удаляются. Записываются новыми. Ну, в общем, вот такой 2-дюймовый задний дисплей. Верхние кнопочки. Это разъем для крепления. Видеорегистратор. То есть, вот эта часть закручивается. Достаточно необычное крепление. Но мы протестируем в автомобиле. Посмотрим, как это все крепится. Чуть-чуть позже. Корпус довольно-таки прочный. Сделан из металлического. Скорее всего, алюминиевый. Такой, как бы, корпус покрашенный. В руках держать приятно. Видеорегистратор очень компактный. Видите, у меня в ладони он лежит. Наверное, чуть больше спичного. Крапка. Так, если его включить. Сейчас попробуем включить. Появляется такая менюшка. Но, так как там нету карты памяти, соответственно, работать не будет. Потому что ни внутренней памяти нет. Начинаем. Выключаем. 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 комплекте идет значит гарантийный талон рекламной продукции ну и соответственно есть устройство пользователя здесь можно почитать значит разные функции описаны в общем все как обычно так хочется сказать что здесь вот в описании более подробно описано его возможности то есть видео пишется 1920 на 1080 то есть full hd разрешение фотографии 14 мегапикселей задний дисплей имеет два дюйма видео пишется формате av что неплохо то есть некоторые видеорегистраторы пишут формате тимов вот здесь ави то есть проигрывание на любых цифровых устройствах там будет что компьютер ноутбук проблем вообще не будет никаких объектив имеет угол 140 градусов вот 8 кратное цифровое увлечение у него есть поддержка hdmi я уже говорил поддерживает карты micro sd до 32 гигабайт то есть что довольно таки достаточно для такого видеорегистратора значит отображение даты и времени на видео что тоже большим плюсом является в общем как бы знакомство с видеорегистратором думаю заканчивать встретимся значит во второй части нашего видео где мы будем уже крепить посредством видеорегистратор в автомобиле итак мы продолжаем тестирование lexant видеорегистратор lexant 4500 и сейчас тестирование автомобиль то есть крепление клубовом стеклу вот затем и конечно обязательно выложу видеосъемки самого видеорегистратора и вот столкнулся такой вот как бы не то что проблемой а очень необычные крепления как бы для видеорегистраторов такая вот штучка которая вкручивается в сам видеорегистратор кстати вот можно и выкрутить так вот она крепится вот этот верхний угол закручивается и потом уже после того все закрепляется в саму присоску не получается одной рукой к сожалению вот уже вот эту присоску все прикручивается нольки необычно сделано ведь что регулировка есть как вверх так ну вверх-вниз так и вправо влево есть регулировки то есть куда-то открутить будет вправо-влево крутится что сейчас я закреплю и покажу вам как это все работает итак как видите я закрепил видеорегистратор напоминает lexan 4500 такое вот у нее необычное крепление его можно вращать крепление нужно привыкнуть то есть здесь две как бы контргайки одна вот в общем вот это вот другая вот это то есть она его как бы фиксирует давайте попробуем включить все видеорегистратор у нас включен здесь может быть не очень хорошо видно вот пошла запись пошла ну как бы не запись еще пошла то есть сейчас основное меню включен вот видеорегистраторе вставлена карточек на 2 гига запись включена по циклическому типу то есть записывается стирается записывать стирается сейчас батареи тут немножечко разряжена поэтому я предлагаю подключить зарядное устройство зарядное включается обычно прикуриватель включили теперь нужно воткнуть сам видеорегистратор так все пошла запись ну давайте попробуем протестировать как бы видеорегистратор скорости что поехали как бы дуэль как бы дуэль ты ну вот и Продолжение следует... Видите, видеорегистратор не болтается, крепление достаточно четкое, ну то есть вполне как бы хватает никаких люфтов нету ничего, вот то есть съемка достаточно будет без помех, это большой плюс, как я считаю. Вот, единственное, что как бы провод, вот провод самого видеорегистратора, он как-то в натяг находится, видите, то есть он, конечно, не создает лишнего, вот, но он натягивает. Ну то есть крепление достаточно вообще нормальное, видеорегистратор маленький, не мешает обзору, блин, в принципе, такой нормальный вариант. Если вы выбираете для видеорегистратора, то, в принципе, вот небольшой, для небольшой машины, этот видеорегистратор вам как-то дойдет, 100%, видите, вот я сейчас еду, никаких люфтов вообще ничего нету, то есть он прям нормально снимает. После этого видеоролика я выложу видео самого видеорегистратора, покажу вам, в общем, как он снимает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok